Всем привет! Мы на канале Прагавто и сегодня мы поговорим о детской безопасности. Первое. Детская безопасность на дороге начинается с того момента, когда мы выбираем верхнюю одежду для ребенка. Яркая и светлая одежда видна водителям издалека и водитель успевает затормозить вовремя на переходе. Если у ребенка темная или тусклая одежда, тогда рекомендуем эксплуатировать светоотражающие ленты на куртках либо на брюках. Второе. Предсказуемое поведение ребенка. Очень важно, чтобы ребенок, переходя дорогу, вел себя предсказуемо. Не менял скорость, с которой он переходит дорогу, и не менял направление. Не начинал бежать, когда доходит до середины дороги, либо не начинал бежать в обратном направлении. Водитель нас видит, да, мы оделись правильно, наклеили все на себя. А как нам советовать, нашим родителям, чтобы в каком состоянии они держали автомобиль, чтобы мы видели автомобиль? Как мы видим автомобиль ночью? А ночь сейчас уже в 4 часа, да, начинается? Как? Потому что у них фары. Фары, точно. Третье. Предметы, которые отвлекают ребенка во время перехода дороги. К этим предметам в дождливое или холодное время года может относиться капюшон, так как когда ребенок в капюшоне и крутит головой по сторонам, капюшон заслоняет его обзор. Так к этому относятся телефон и наушники. Кажется, ну, в любом случае, даже с наушниками я все вижу. Но при этом звуки могут отвлекать или расслаблять. Очень важно, чтобы ребенок был сконцентрирован, когда переходит дорогу. Четвертое. Велосипед. С велосипедом не рекомендуется детям ездить вдоль проезжей части, по самой проезжей части. Причин несколько. Во-первых, это небольшой вес ребенка, и ребенка может засосать фурой, либо потоком автомобилей, которые едут вдоль дороги. И второе, это просто его неопытность предсказать поведение водителей. Поэтому до 20 лет общая рекомендация пользоваться либо велосипедными дорожками, либо, если их нет, тротуарами. Что касается перехода дороги через зебру с велосипедом, это не водительская блажь. То, что велосипедисты должны переходить дорогу с велосипедом в руках, это необходимость. Так как велосипедист, который переезжает дорогу, движется с большей скоростью, чем пешеход, и просто автомобиль, водитель автомобиля может его не заметить и начать не вовремя тормозить. Пятое. Это поведение ребенка в автомобиле. До определенного возраста все дети передвигаются в автомобиле, в автокресле, которое подбирается согласно их возрастной группы. После того, как дети достигают примерно 35 кг или роста 140 см, дети не пользуются автокреслами, но, тем не менее, они пользуются всегда ремнями безопасности. Если ваши дети считают, что они находятся в безопасности, находясь на заднем сидении и не пристегиваются, рекомендуем показать им ролики с краш-тестов, на которых тестируется ДТП, столкновение на скорости 50 км в час, и в этом случае, если пристегнут задний пассажир и не пристегнут. Итак, у вас есть колесо, и мы с вами будем учиться делать шиномонтаж. Вот у вас есть ключ, вот у вас есть болты. Вы распределяете роли в команде и начинаете это откручивать. Хорошо? У вас будет время разобраться с этим. Ну что, поехали? Кто показал лучший результат? 3,45. Расскажите, пожалуйста, что вас привело вообще к успеху? Да. Мы противалы дружно и в команде. Все работали? Да. Никто не хотел быть звездой? Нет. Нет? Никто не говорил, да, я, я лучше это умею. Нет. Вы распределили обязанности? Да. Да? Ну тогда вы получаете мяч для вашего класса. Вы выиграли, но это для всего класса, для ваших переменок и для уроков физкультуры. Хорошо? Да. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Хотим напомнить, что воспитание детей и при общении к правилам дорожного движения в первую очередь зависит от примера, который вы им подаете. Покажите это видео вашим детям и поделитесь им с вашими друзьями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!